Я сама каждый год белила, а сейчас мне 81 год. Я уже лазить белить не могу. И ходить куда идти, к кому еще обращаться, я уже не знаю. Из 6 тысяч жителей аварийных домов отстаивать свои права вышли чуть больше 20. Почти все пожилые дрожащей рукой подписывают коллективное обращение к Томенко Мишустину и главе российского следкома Бастрыкину. Последнего просят проверить барнаульских чиновников, затянувших сроки переселения. Знакомые все говорят, как спать-то ложиться. Я говорю, а вот так вот. Потому что это очень страшно. Как бы хочется вообще в нормальной обстановке жить, чтобы дети жили в нормальной обстановке. Не в такой. Потому что там вообще канализация пахнет и страшно. Потому что дома-то валятся. Через дорогу, который развалился по Первозападной. То есть это рядом с вами? Да, да, прямо через дорогу буквально. Можете рассказать про условия, в которых вы живете? Ну, условия у нас очень плохие. Дом рушится. И дыры были, и все валилось, и сыпалось, и все. Ой, я сейчас плакать начала. То есть было очень страшно? Было очень страшно у всех. У меня вообще с давлением проблемы. Мне очень плохо было. То вверх, то вниз скакало ужасно. Даже вспоминать не хочется. Ну, сейчас как бы только подъезд и крыша. Видно все больше не... А в квартирах-то как было, так и есть. Там все кругом, потолки текут. Вот, например, у нас в подъезде, там потолок уже ходить боимся. В подъезде. Под смертью ходим, понимаете? Пол у нас прогибается. Я на первом этаже живу. Отремонтировали. Этого ремонта хватило на пять лет. В доме фундамента нет, поэтому гниет все очень быстро. Вот. И опять ходишь, и опять думаешь, сегодня или завтра я упаду вниз, провалюсь. С 2014 года стоим на снос, признанный аварийным. И до сих пор ничего не можем добиться. Все нам только отписки, отписки, отписки. Не успели барнаульцы направить жалобу Бастрыкину, как он заинтересовался барнаульцами, застрявшими в аварийном жилье. И взял под личный контроль дело о халатности профильных чиновников. А между тем, в конце прошлой недели стало известно, что 11 аварийных многоквартирных домов в Барнауле вызывают реальные опасения у представителей мэрии. По ним проведут дополнительную экспертизу. Данные дома были рассмотрены, и данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям города Барнаула, на котором принято решение о необходимости безотлагательно привлечь специализированную организацию с целью дополнительного обследования строительных конструкций и выявления опасности для дальнейшего нахождения жителей в указанных домах. Правда, здесь речь идет о судьбе 11 аварийных домов. А всего их в Барнауле 224. Все они осыпаются и требуют. Незамедлительного сноса настаивают люди. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.